Восточный фронт. История медицинской бригады добровольческого батальона госпитальеры. Документальный фильм режиссёров Виталия Манского и Евгения Татаренко вышли в онлайн-прокат на этой неделе. Президент фестиваля Art Dog Fest и автор картины Виталий Манский отмечает, что хотел пробудить зрителя и вырвать его из уютной рутины, далёкой от жестокой реальности, в которой сейчас живёт украинский народ. Он рассказал моей коллеге Ирине Глушко, как картину встречали и встретили более чем в 40 странах мира, и почему важно продолжать поддерживать Украину. Так, друзья, давайте снимем обли истории. Захид Украины. Мы все живи. Все добрые. Действие разворачивается на передовой спустя несколько месяцев после вторжения. Российских войск. В центре сюжета добровольцы из батальона госпитальеры. Режек, он же режиссёр, соавтор фильма Евгений Титаренко и его сослуживцы. Суббота, Супчик, Миллер. Все кадры с фронта взяты с камер, установленных на их шлемах. Видеоряд напоминает компьютерную экшн-игру. Только в ней не актёры. И съёмки проходят не в кинопавильоне. Актина уникальна тем, что она является одним из первых экспериментов вовлечения зрителя и конструирования аудиовизуального ряда фильма. Не из того, что снимается съёмочной группой режиссёром, оператором, а теми камерами видеофиксации, которые абсолютно с другими целями устанавливаются на шлёмы военнослужащих. И вот это, ну практически представьте себе на минуту, то есть вы видите фильм практически третьим глазом участника войны. Вот здесь вот камера расположена. Когда он бежит, и когда он убегает, и когда он падает, и когда в него попадает снаряд, вот здесь камера. И это совершенно иной уровень восприятия, иной уровень вовлечения. Вовлекается зритель с первой минуты. Его моментально вводят в водоворот ужаса войны. Без шанса выбраться. Такой бескомпромиссный подход авторы выбрали намеренно. Если была моя воля, я бы вообще этот фильм показывал зрителю неподготовленному. То есть зрителю не тому, который осознанно приходит на фестивали документального кино или вот покупает просмотр на док-медиа или на каких-то других площадках. А зрителю, ну, давайте так, предположим, пришедшему посмотреть фильм «Барбер». Выключается свет, и идет фильм «Восточный фронт». Да, и дверью закрыть выйти нельзя. Потому что, к сожалению, или по факту, мир не живет войной. Мир живет хвоими какими-то радостями, горестыми, надеждами, последневностью, вопросами, что приготовить мужу на ужин, такие, там, башмаки купить ребенку в зимнюю школу, чтобы он ходил. Ну, вот такой набор. Но это происходит в тот момент, когда в этом мире идет война. И не одна. И эта война, которую развязала Россия, это тот ящик Пандоры, который открывает новые войны. Премьера фильма состоялась в годовщину полномасштабной войны. 24 февраля на фестивале «Берлинале». С тех пор картину показали уже более чем в 40 странах на разных континентах. Многие иностранцы были шокированы после просмотра. Некоторые кадры им показались излишне жестокими. Однако для украинцев это уже обыденность, которая не вызывает сильного эмоционального потрясения. Я вижу, что те русы, которые выходят из зала, Япония, Гонконг, Бразилия, Америка, страны Европы, Израиля, они пробуждаются. Я вижу, как люди плачут во время фильма. Я вижу, как люди не могут собраться, не могут сформулировать ничего после фильма, не могут просто... У них наступает определенная отрывь после фильма. И это важная реакция. Мы возвращаем людей... Я же сам тоже получал эту реакцию, когда я эти материалы смотрел впервые. Они же мне тоже ночью приходили, так сказать, в кошмарных снах. Я же видел боль, с которым мы поставили их в фильм. И я же, когда мы ставили фильм, мы же с Евгением Китаренко на монтаже буквально по долям секунды высчитывали вот эту пропорцию, где нужно отрезать, где понимание, что мы видим умирающего на наших глазах человека, так сказать, переходит в рассмотрение умирающего на наших глазах человека, чтобы не дать зрителю рассматривать, не дать зрителю как бы переходить в состояние физиологии, а оставить на уровне эмоций, реакций, чувств. Никто из героев фильма не планировал брать оружие и отправляться на войну. Зритель наблюдает за их трансформацией. Инстинкты берут верх над рациональностью. Ты принимаешь решение, война тебя заставляет принимать решение на уровне инстинкта, в долю секунды. И через пять минут мы видим принятие такого решения неправильного. Дальше я не хочу заниматься спойлерством, но мы видим, как это решение принимается в долю секунды. И это дает понимание того, что на самом деле из себя представляет война. Это очень важная сцена. Да, можно сказать, ну зачем им показывать, что вот украинский солдат... Нет, это не вопрос украинский или не украинский. Это вопрос о том, что война для всех омерзительна. Для всех. Только этих парней Россия выдернула из их мирной жизни. Картина построена на противопоставлениях. Депрессивные кадры с фронта, наполненные болью, грязью и кровью, переплетаются с идиллическим мирным Закарпатьем, где на долю секунды герои могут перевести дух и поговорить о своих переживаниях, надеждах на будущее. Туда военные выбираются, чтобы повидаться с родными и покрестить сына одного из героев фильма. И эта синергия оставляет позитивное послевкусие, пробуждая в зрителях сочувствие и ощущение соучастия. Эти пробудившиеся люди на наших показах, они могут создавать эту энергию позитива, которая будет помогать ребятам в окопах. Они, может быть, вот после фильма, знаете, вот после фильма очень многие подходят и говорят, как можно помочь конкретно этим ребятам, героям фильма из батальона госпитальеры, там на то, на все, как им отправить, там какие-то деньги на бинты, это и есть, когда приходит, я не знаю, ну просто даже фейсбутит, кто-то лайф поставил, это уже работает. Часть средств с показа на онлайн-платформе пойдет на помощь госпитальерам. В первую очередь на оснащение медицинского автомобиля для эвакуации раненых с поля боя. Картина выходит в широкий свет в трудное для Украины время. Правительство европейских стран и некоторые политические силы в США начинают сомневаться в победе Киева и урезают помощь. Однако Виталий Манский убежден, что на первом месте для простого украинского солдата именно эмоциональная поддержка.